Доброе утро, уважаемые коллеги! Данил Владимирович, мы рады вас приветствовать. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. Действительно, у нас накопилось большое количество вопросов, которые сегодня хотели с вами обсудить. МВД действительно ранее неоднократно заявляла о дистанционном мошенничестве. Нам очень интересно узнать, как сейчас обстоят дела в настоящее время, если изменения по сравнению с прошлым годом, проследить динамику и насколько отличается ситуация от допандеминного периода. Поскольку мы последние два года живем в условиях пандемии и немного стали все друг от друга дистанцироваться, переходить в онлайн и действительно обращаем внимание, что мошенники начали активизироваться. Пожалуйста, вам слово, прошу вас. В целом у нас с вами за последние 10 лет изменились социальные отношения и структура этих социальных отношений. В нашу жизнь плотно вошли такие инструменты, как мессенджеры, социальные сети. Если лет 10 назад было еще трудно представить, что простое физическое лицо с помощью простого сотового телефона сможет осуществлять финансовые операции, то теперь это в принципе возможно и доступно каждому. Соответственно, не могла и преступность не отреагировать на такие изменения, так как преступность все же это точно такое же социальное явление. И сейчас мы наблюдаем следующее. У нас состояние уличной преступности постепенно снижается. Такие опасные преступные проявления, как кражи, грабежи, разбой существенно снижаются. И преступность, в общем-то, из-за того, что интернет существенно монетизировался, переходит именно в эту сферу. МВД, в общем-то, реагирует на все эти негативные явления. И в настоящее время борьба с киберпреступлением является приоритетным направлением нашей работы. Если сказать по цифрам, то в целом у нас происходит следующее. У нас за полгода, за текущие полгода, динамика за 6 месяцев роста киберпреступлений наблюдалась в размере 20%. Однако, вот уже за период 11 месяцев существенно удалось снизить. И динамик у нас наблюдается в районе 7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить в цифрах, то это примерно 494 тысячи преступлений за 11 месяцев. Как эксперта, хочу вас спросить, это много, мало? Ну, это существенно. Существенно. Хотелось бы еще уточнить, как часто сотрудникам полиции удается разоблачать злоумышленников? Тоже, если есть какие-то цифры, поделитесь с нами. И какие успехи подразделения в этом году и насколько они отличаются от прошлого? Тоже вот хотели бы увидеть эту динамику. Как я уже обратил ваше внимание, в общем-то, МВД реагирует на изменения структуры преступности. В настоящее время в каждом территориальном органе Министерства внутренних дел созданы специализированные подразделения, которые занимаются именно расследованием киберпреступлений. На уровне Следственного департамента создан специализированный отдел, который занимается координацией деятельности всех следственных подразделений в системе Министерства внутренних дел. Преступления это носят в основном многоэпизодный, межрегиональный характер, поэтому мы на себя взяли эту функцию координации этих подразделений. Что касается результатов, которые мы имеем на текущий момент, нами выявлено, изобличено порядка 88 тысяч преступников. Это больше на 50%, чем за аналогичный период прошлого года. Всего этими преступниками совершено порядка 120 тысяч преступлений. Значит, есть такое отдельное направление в сфере киберпреступности – это торговля наркотиками. Так вот здесь мы тоже практически на 50% больше задержали и выявили преступников. Вы уже сказали про географию. Нам интересно также разобраться, откуда чаще всего поступают звонки. Существует мнение, что обычно это звонят из каких-то соседних государств. Вот речь идёт о городах России или географии телефонного мошенничества России. Она не ограничивается, и мошенники находятся за пределами нашей страны. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножечко проговорить про понятия. Мы говорим раз о киберпреступлении, связываем это с интернетом, с телефонией. Интернет вообще у нас границ не имеет. То же самое телефонная связь. Все мы понимаем, что позвонить можно в любую точку мира и из любой точки мира. Соответственно, и у киберпреступности границ не существует. Мошенник, жертвы могут находиться совершенно в разных местах. Здесь надо понимать, что и счёт потерпевшего может находиться не в том месте, где находится физически потерпевший. И счёт преступника тоже самое может находиться совершенно не в том месте, откуда звонит преступник. Поэтому география совершенно разная, могут позвонить из любой точки мира. Здесь самое главное одно условие, чтобы преступники и жертвы друг друга понимали, то есть разговаривали на одном языке. При своих звонках преступники используют методы конспирации, методы анонимизации личности, используют подменные номера, используют различные подставные счета, открытые на третьих лицах. То есть здесь серьёзная работа впоследствии при совершении преступления, которая стоит перед следователями, чтобы распутать всю эту запутанную длинную цепочку, которую формируют преступники при совершении преступлений. Хотелось бы более подробно поговорить о видах мошенничества. Какие виды мошенничества? На что Вы можете обратить наше внимание, чтобы мы понимали? С точки зрения уголовного права, так скажем, основные способы и виды у нас два – это мошенничество и кражи. Если Вы помните, раньше у нас очень популярны были такие звонки, когда звонили потерпевшим и говорили, что Ваш сын, Ваш родственник, Ваш друг попал в неприятную историю, ДТП или ещё что-то. Так вот, сейчас снова и такие вот виды стали возвращаться, вроде вот совсем недавно забыли про них, но и такие методы до сих пор, так скажем, срабатывают. Очень популярно сейчас стало звонить и представляться сотрудниками банков с различными, так скажем, пугающими, страшными историями, когда злоумышленник звонит, представляется представителем службы безопасности банка и рассказывает о том, что счёт подвергается опасности, что на паспортные данные потерпевшего, предположительно, кто-то пытается, значит, оформить кредит и впоследствии его похитить, и предлагают переместить денежные средства на какой-либо безопасный счёт. Распространено такое явление, когда звонят и представляют, сотрудниками правоохранительных органов, причём любых правоохранительных органов. Тут может фигурировать и лжеучастковый, лжеоследователь, лжепрокурор, лже вообще хоть какой-то сотрудник любого правоохранительного органа. Предлагают поучаствовать в спецоперации по поимке преступников, причём обязательно условие этой спецоперации – это привлечение денежных средствам их потерпевших. Очень популярны такие методы, когда предлагают потерпевшим вложить свои деньги в определённые очень выгодные финансовые продукты. Вот одно из последних таких примеров – это нашумевшая финика. В общем-то, она не сильно отличается от тоже всем небезызвестной МММ. Единственное лишь условие, когда было МММ, все деньги носили в специальные офисы, а здесь, в Финика, мы видим, что деньги просто перечислялись безналичным способом. Скажите, пожалуйста, если формировать такой портрет, типичный портрет жертвы мошенников, кто сейчас чаще всего становится жертвами подобных преступлений? Вот если раньше можно было говорить, что это люди пожилого возраста, такие взрослые люди, сейчас нет динамики, что жертвами становятся более молодые. Вот как мы можем портрет сформировать? Знаете, портрет жертвы совершенно правы, оно так и есть. Если раньше у нас жертвами становились чаще всего люди преклонного возраста, пожилого, то сейчас данная категория граждан составляет порядка 15%. И все чаще у нас жертвами становятся представители молодого поколения, в том числе, которые достаточно осведомлены о способах совершения различных противоправных действий, и способа использования интернета, способа пользования банковскими услугами, различными финансовыми услугами, но тем не менее, все равно почему-то становятся жертвами преступлений. Скажите, пожалуйста, какая профилактика идет и какая работа ведется с такими людьми, чтобы они не попадали в уловки мошенников? Знаете, методы и способы профилактики достаточно широкие, используются. Значит, и мы осуществляем обход населения, участковые к этому привлекаются. Следователи размещают всю имеющуюся информацию о тех методах, которые я уже назвал, как предотвратить данные преступления в средствах массовой информации, в газетах, в рекламах по телевидению. Значит, везде мы стараемся донести до населения, что необходимо делать, чтобы не попасться на уловки мошенников. Но вместе с тем все равно это происходит. Здесь можно несколько более подробно рассказать про эти уловки. Значит, основной метод, который у нас в настоящее время преобладает, это метод социальной инженерии. Это значит, тогда, когда преступник различными психологическими приемами убеждает свою жертву выдать нужную ему информацию, чтобы впоследствии похитить денежные средства со счетов, либо вынуждает сделать те действия, которые ему необходимы. Тогда жертва у нас обычно сама под воздействием обмана, какого-то влияния, значит, перечисляя свои денежные средства на те счета, которые диктует преступник. Скажите, пожалуйста, вот если говорить про профилактику и безопасность, вот на что мы в первую очередь должны обратить внимание, чтобы не стать жертвами, ну, к примеру, даже вот телефонных мошенников, кибермошенничества, и на какие уловки чаще всего попадаются доверчивые граждане, вот в какой арсенал уловок у мошенников в ходу, вот что для нас может служить маркером, на что мы должны в первую очередь обращать внимание, и чтобы не стать жертвами мошенников. Ну, ранее я вот уже перечислил вам основные, так скажем, сценарии, которые используют преступники при совершении своих противоправных деяний. Здесь самое главное понимать, что, к примеру, возьмем случай, когда представляются сотрудниками банков и предлагают различные либо финансовые услуги, либо участие в различных финансовых операциях и, так скажем, переводу денежных средств на безопасные счета. Самое главное, что вот в этом случае знать и понимать, что у сотрудников банков есть все ваши данные, необходимые для предотвращения какого-либо инцидента, если все же он, значит, случился. При заключении договоров потерпевшие, ну, мы все с вами, значит, мы сами отдаем сотрудникам банков всю необходимую информацию и доверяем банку свои денежные средства. Банк в этом случае несет полную ответственность за сохранность ваших денежных средств. И самое главное здесь понимать, что если какое-то третье лицо вдруг позвонил и начинает интересоваться вашим финансовым состоянием, начинает интересоваться, значит, количеством денежных средств, находящихся на счетах, и тем более спрашивают различную информацию, которую по договору с банком вам нельзя передавать третьим лицам, то тут надо сразу понимать, что это совершается преступление. Здесь ничего иного быть не может, это однозначно совершается преступление, и все, что необходимо сделать, это положить трубку и прекратить разговор. В тех случаях, когда осуществляется звонок и представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают поучаствовать в какой-либо спецоперации по поимке преступников, здесь надо тоже отчетливо понимать, что таких оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в принципе по закону не существует. Их не существует. Поэтому как только вы услышали, что необходимо поймать преступников и тем более еще поделиться своими деньгами, значит, это однозначно совершается преступление, надо то же самое, просто прекратить разговор и сообщить о случившемся правоохранительным органам. В общем-то вот это основные те направления, которые надо знать и понимать, чтобы не попасться на уловки мошенников. Мы правильно вас поняли. Чтобы определить, сотрудник банка вам звонит или нет, нам достаточно понять, если нас спрашивают какую-то персональную информацию, значит, это уже явно не сотрудник банка. И если мы в телефонной трубке слышим, что нам уже представили, что это сотрудник МВД, ФСБ, это уже должно для нас стать маркером, сигналом, что мы уже разговариваем с мошенниками, потому что сотрудники ни МВД, ни ФСБ никогда не предложат гражданам принять участие в операции. В спецоперации по телефону. По телефону не бывает никаких спецопераций. В принципе, вы сами понимаете, это невозможно. Как можно по телефону провести спецоперацию? Это невозможно. Я думаю, что, надеюсь, что нас смотрят не только коллеги-журналисты, но и обычные граждане, которые обратят на эти слова внимание, и для них это будет служить сигналом, что они разговаривают с мошенниками. Ну вот, если говорить о самом мошеннике, мы можем нарисовать его социальный портрет? Кто он, что он, какие у него мотивы, почему он участвует в этом? Конечно, мы можем обрисовать его социальный портрет, но в основном это молодые люди от 18 до 35 лет. Это может быть как мужчина, так и женщина. Может быть, кто-то представляет, что телефонный мошенник, дистанционный мошенник или киберпреступник – это тот, кто обладает глубокими познаниями на киберпространстве. Совершенно это не так. Этими познаниями обычно обладают те, кто какие-то пишет вредоносные программы. А в настоящее время дистанционный мошенник – это обыкновенный пользователь, который обладает элементарными базовыми знаниями пользования сети интернет, обладает базовыми знаниями финансовых услуг. Как правило, это может быть безработный, так как ему необходимо быстрым способом, быстрым путем, скажем, заработать, любым причем путем, в том числе нелегальным, заработать денежные средства. Поэтому это вот такой достаточно простой, примитивный портрет. – Скажите, пожалуйста, какая самая большая сумма, похищенная в результате дистанционного мошенничества, вам встречалась? О каких цифрах мы можем говорить с вами? – По различным социальным исследованиям, вопросам, в настоящее время у нас практически каждый седьмой россиянин подвергался нападкам телефонных мошенников. – 50% всех потерпевших сами добровольно передавали свои личные данные, в том числе секретные пароли и коды. Суммы варьируются разные, это от 15 тысяч рублей до десятков миллионов. Ну, самое крупное, когда встречалось, у нас было 25. А всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 миллиардов рублей. – Это внушительная сумма. – Это внушительная сумма. – Да. – Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, мы все понимаем, чтобы эффективно работать в профилактике таких киберпреступлений, нужно очень плотно взаимодействовать и с банками, поскольку действительно чаще всего представляются мошенники сотрудниками банка, чтобы выведать секретную персональную информацию. Как сейчас у вас происходит в этом направлении работа? Насколько плотно вы взаимодействуете с банками и какие в дальнейшем вы видите перспективы, и что, на ваш взгляд, необходимо изменить, может быть, даже на законодательном уровне, чтобы сократить количество таких преступлений? – Ну, как я уже вам обрисовал, так скажем, основная особенность всех этих преступлений – это буквально, значит, очень быстрые переводы похищенных денежных сумм. Значит, я вам могу сказать, что вот в случае, если потерпевший все же перевел свои деньги на тот счет, который продиктовал преступник, то практически уже через 5-10 минут этих денег на этом счету нет. Для того, чтобы проследить цепочку движения денежных средств, у следователей, значит, уходит до одного месяца, чтобы понять, куда ушли, кому ушли, кто открывал счет и так далее. Поэтому здесь взаимодействие с банками, с представителями сотовой связи очень важно. И, в общем-то, у нас практически со всеми основными банками есть договоры о том, что мы осуществляем документы оборот в электронной форме, чтобы сократить вот это время получения необходимой нам информации. В настоящее время разрабатывается ряд законопроектов, именно чтобы упростить и для следователей, и для банков вот эти процедуры. Но, на наш взгляд, наиболее эффективным методом было бы такое мероприятие, когда в случае поступления информации о хищении денежных средств определенного счета блокировалась моментально вся цепочка счетов до того момента, как мы разберемся, кто к этому всему причастен и изобречим преступника. — Нашу пресс-конференцию смотрят также коллеги-журналисты. У них есть также возможность принять в ней участие, задать свои вопросы. Коллеги интересуются, какой процент выявленных и раскрытых таких преступлений сейчас? О каком проценте можем сказать? — Процент выявленных и раскрытых? — Я вам скажу так. Мы, конечно, бы хотели и все желали бы большего процента раскрытия, но в настоящее время, я уже цифру назвал, 88 тысяч преступников нами изобличено, раскрыто 120 тысяч преступных деяний. Это за 11 месяцев текущего года. Ну и в начале нашего самого диалога я называл цифру совершенных преступлений 494 тысяч. — Скажите, пожалуйста, мы сейчас находимся в таком кануне новогодних рождественских праздников. Обычно кибермошенничество активизируется в этот период, либо нет. Если да, то вы могли бы обратить наше внимание на то, как себя можно обезопасить и, может быть, привести какой-то, я не знаю, топ-3 главных ошибки, которые обычно мы совершаем, становясь жертвами преступников. Вот что мы не должны делать ни в коем случае. Вот в завершении нашей пресс-конференции еще раз это нам всем озвучите. Это будет наиболее лучшее такое пожелание от вас в канун Нового года, как мы можем себя обезопасить. Потому что я так понимаю, что мы изо дня в день наступаем на одни и те же грабли. Несмотря на то, что вы ведете профилактическую работу, хочется максимально это донести до всех, кто нас сейчас смотрит. — Конечно, в канун новогодних праздников здесь может быть все, что угодно. Может быть, и преступники захотят отдохнуть. Но, тем не менее, топ-3, в общем-то, здесь назвать сложно. Я уже назвал, что нельзя делать. Я приведу простой пример, так скажем, некую аналогию. К примеру, чем различаются наличные денежные средства от безналичных. Наличные денежные средства мы сами носим в кошельке, где-нибудь в кармане подальше, чтобы никто не смог залезть. Вот если на улице к вам подойдет незнакомый человек и попросит, скажет, вот у вас кошелек в кармане, я об этом знаю, там ваша зарплата сегодня, вам ее выдали, давайте я ее похороню, она у меня будет в более безопасном состоянии, чем у вас. Но наверняка человек осознает, что в отношении него кто-то хочет совершить преступление и предпримет какие-то меры, может быть, убежит, может быть, позовет на помощь и так далее. Что происходит у нас с безналичными деньгами? Все то же самое. Нам звонит по телефону тот же самый незнакомый человек, начинает интересоваться нашим финансовым состоянием и предлагает похоронить денежные средства на том счете, который, значит, он предлагает, куда перевести денежные средства. Здесь то же самое, надо просто прекратить разговор. Это вот единственный из всех топ-3. Просто прекращайте разговор, как только неизвестный человек пытается заинтересоваться вашим финансовым состоянием, вашими деньгами. Не прекращайте разговоры, неважно, сотрудник правоохранительных органов, представитель банка, без разницы, значит, мы должны понимать, мы даже детей с этого с детства учим, не общаться с незнакомыми людьми. Ну, вот здесь то же самое правило. Не надо общаться с незнакомыми людьми, тем более по телефону, тем более, когда кто-то пытается выяснить ваше финансовое состояние благополучия. Уважаемые коллеги, предлагаю нам всем вместе донести до всех граждан нашей страны в канун Нового года главный совет заместителя начальника Следственного департамента МВД России, полковника юстиции Данила Владимировича Филиппова совет, не разговаривайте по телефону с незнакомцами, никому не переводите свои денежные средства, не сообщайте персональную информацию, тогда вы не испортите себе новогодние праздники. Данил Владимирович, большое спасибо, что вы были сегодня с нами и отвечали на наши вопросы, и давали советы, как обезопасить себя и своих близких. Большое спасибо, мы вас поздравляем с наступающими праздниками, и до новых встреч. Спасибо, Алексей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok